Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Помнишь, когда мы впервые вышли на голубую субстанцию? Ну я назову это голубой субстанцией. На самом деле это не голубая и не субстанция, и она вообще не видится. И я даже не знаю, как это назвать, но мы назвали это «чистом сознании». Помню, когда первый раз. И вышли через клетку с генетической информацией. То есть там, где сохраняется чистая информация, без поломок. Для того, чтобы были здоровые инкарнации, не глядя ни на что. В случае, если суть это выберет человеческое. Если даже не суть выберет, это неправильно. Если будет тело и сознание чистым. И в следующей жизни будет возможность проявить здоровое тело. Наверное, так лучше сказать. Потому что есть люди, у которых десятки жизней впереди поломаны. Да, да. Чтобы само тело не потеряло... Как же это сказать правильно? Возможность быть здоровым. Проявляться здоровым. Да. То есть... Ну да, и форма... Ну форма, ладно. Именно вот, да, здоровым. Именно, чтобы не исчезло, не... Чтобы не исчезло физическое тело, да. Симуляция заботится об этом. Тело для симуляции очень важно. Без него не будет симуляции. Не будет. Не будет вообще ничего. Не будет. Сознанию не в чем будет играть. И заметь, на человеческое тело претендует очень много сознаний. Сознаний в дождь земных, если взять бактерий, глистов, паразитов и так далее. Они все стремятся. Они все стремятся и пытаются создать болезни и так далее. Но при этом тело человеческое полностью отдано одному сознанию. Сознанию Бога. И если бы кроме сознания Бога в этом теле не было других сознаний, не было бы болезней. Но они есть. И болезни есть. Потому что человек не осознает в себе Бога. Это о чистоте сознания. И даже очень интересно. По человеку видно, какие сознания им руководят. Это удивительно. Вот помнишь, недавно работали, ребенок интересный. У него очень интересные ножки, очень интересная физиология. А там из него достали сознание кузнечика. А, да, 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 да. А у него, как оказалось, и ножки похожи. Да, у него как раз ножки, как у кузнечика. Офигеть. Офигеть. То есть, смотри, сознание низшего уровня пытается тело даже подстроить. Подстроить под себя. Под себя. Завладеть. В то время, пока Бог спит. Да. Пока сознание человека грязное. Да, да, да. Пытается подкорректировать. Еще как раз. Вот после того у нас возникли вопросы, откуда там кузнечики и все остальное. Это все мы в книжке описываем. Я понимаю, что это шизоидность полная даже о ней говорит. Слух не хочу. Я в книжке описала. Хотите верить, а хотите нет. Это опыт работы с людьми. Все на опыте работы с людьми. Все из практики. Ничего из головы. Все из практики. Все на результат. А это ваше дело, как вы будете воспринимать это. И в этой жизни это будете воспринимать. Или через 100 лет. Все равно придется. А через 100 лет? Все равно к этому человек придет. Однозначно уже, да. Через 100 лет это будет звучать нормально. Как 150 лет назад убили, пытали и убрали этого врача, который заставил мыть руки. Сказал, что вот все проблемы от того, что... От того, что грязные руки. Моет руки, да. Его психушки электрическим током. Через 150 лет человечество моет руки. Более того, уже носит маски. И уже даже двойные. Скоро памперсы носить начнет. Каких я только масок сейчас не вижу. Люди носят. Боже мой. Так стараются запаковать себя, что просто это насколько надо не осознавать своей сути, чтобы... Ну, короче, они не любят себя. Я такие маски видела, что просто мне хотелось... Я сегодня была в городе, мне хотелось сказать, боже, а вы себя на себя в зеркало смотрели. Одно дело, маски страшные, другое дело, как с этим передаются панические атаки и все остальное. Это просто... Панические атаки скоро будут, знаешь, как аллергия. Точно, точно. Вот это норма бытия. Я впал в паническую атаку, как депрессии. Это уже нормально. Я депрессивная. Вообще-то это психическое расстройство. Смотри, психика на самом деле от этого ломается очень сильно. Да. И на самом деле кто это делает, ломает сам себя. Да. Неосознающий Бог ломает сам себя. Потому что в это время его сознанием владеет зачастую то, что разлагало его тело в инкарнационный период. Угу. Из-за захоронения вместо кремации. Угу. У нас тут зоопарк. Птички райские. А собачки? Собачки райские. У нас тут рай. Рай. Поэтому... Как-то птичка сбилась мысль. Смотри. Ну, да. Смотри. Так хорошо у камина вообще. Вот казалось бы, всего лишь осознать такую маленькую-маленькую суть. Осознать, что болезнь, это все, что угодно, все проблемы в жизни нашей создаем мы сами. Да. Казалось бы, осознать вот это. Вроде человек, да, говорит, я понимаю, да, мысль. И не понимает. Не понимает вообще, потому что продолжает создавать, создавать, бояться. Бояться и создавать. То есть куда его внимание направлено, да? Потому что не позволяет себе. Вот даже возьми ребят, с кем мы взаимодействуем. Немного от жизни не надо. Вот я чуть-чуть себе вот здесь норочку отведу. И я вот в этой норочке как-то устроюсь. И проживу эту жизнь. И проживу эту жизнь в этой норочке. Просижу. Ему говоришь, подожди. Ты бог, ты пришел. У тебя игра. У тебя следующие уровни игры. Ты можешь играть сейчас по полной. Зачем ты конурочку эту себе создаешь? Не, мне много не надо. Я ж не такой, я не такая. Какой такой? Какой такой? Вот когда начинаешь задавать вопросы вдруг, а что, так можно было, как та девочка неумная, некрасивая. А кто тебе запрещал? Никто тебе ничего здесь не запрещал. И это, конечно, удивительно. Ты сам себе запрещаешь. Да? Ты сам себе ставишь ограничения. Сам соглашаешься с чьими-то ограничениями. Ой, боже, боже, боже. Они все решили прибежать. Что маленькая пришла? Они сейчас случились, да? Да, даже ладка пришла. Ладка, пошла. Выспались. Да? Кто такое? Иди ко мне на ручки. Иди. Оп, мышка моя. Ой, так ты же замерзла, девочка моя. А зачем ты была? Где там веранда открыта? Точно замерзла. Вот смотри, когда мы говорим о чистоте сознания, и мы осознаем, что болезни от загрязнения сознания, то первое дело обязательно – это зачистка этого всего из тела. А зачищать можно. Вот из того, что мы давали в курсе сон, мы дали очень хорошую технику для зачистки самостоятельной работы. Зачищать можно при работе с тетрайдером. Это то, что мы давали на симуляции. Зачищать можно. Ну, ты знаешь, все, что касается чистого сознания, все, что касается чистого сознания, то самому вот либо вот эта психотехническая база, что мы давали, либо вот на коллективных разных этих штуках. Все равно, смотри, на коллективных погружениях мы используем вот эту часть по очистке сознания в обязательном порядке. Почему? Потому что в противном случае сознание, вот это вторичное, вот это вторичное сознание будет мешать вторгаться и создавать свою сюжетную линию и не позволит проявиться тому, что заложено. Гуччи, Гуччи, Гуччи. Что-то идет вам на эту тему. Ну, и получается, что, по сути дела, любое коллективное погружение, любое коллективное погружение мы в той или иной мере будем касаться сознания, но вот так глобально, чтобы отработать с разных уровней. То есть сознание зачищать можно с разных уровней на самом деле. И даже можно просто со стороны надсознания зайти, например, те же отжимы технические, которые мы использовали. Но это очень мелкий уровень. А когда уже в подсознании, там глубже. В геометрии, когда мы идем в подсознание, там вообще глубже. То есть на каждом уровне свое. А пока работа с сутью не может быть коллективной. Она так и остается индивидуальной. Там просто сложная работа. Сложная на самом деле, сложная. А знаешь, почему невозможно коллективная? Я даже могу объяснить. Потому что это та глубина, где не должно быть зоны возбуждения у нас, а человека, когда мы приводим, должна быть одна зона возбуждения. Одна. А если мы берем сразу несколько человек, то будет наложение зоны возбуждения и останутся дельты, которые невозможно зачистить. Вот и все. Поэтому там только индивидуальная работа. Блин, и это работа в точке. Я сейчас эти вещи так осознаю и понимаю, что есть вещи, которые мы вынесем, это на 80% результата в коллективную работу. А есть вещи, которые останутся индивидуальными, потому что они добивают вот эти 20% в точку. Это работа с сутью. Это работа с сутью человека. Ладка идти ко мне. Лада. Это работа с осознанностью человека. С осознанностью, да-да-да. Это то, что человек сам. Ладка мне. Я хотела ее погреть вот здесь хотела. Она уже тепленькая. Тихо-тихо-тихо. Ласточка такая. Облизушечка. Облизушечка. И тогда, и тогда. Чистое сознание. А ведь на высоких уровнях оно однозначно чистое. Мы не встречали там примесей. А знаешь, когда там будут примеси? Когда коллективно наложатся на него. А мы коллективное получается. Наше коллективное. А мы коллективное, если четко зачищаем, то оно не накладывается. Когда мы его осознаем. Когда осознаешь коллективное, ты уже единица. Ты уже не. Ты осознаешь коллективное, когда ты осознаешь, ты уже вышел из него. Смотри. Помнишь? Ладка, иди ко мне. Есть разные направления закладки информации. Есть, когда коллективное направлено вверх. А есть, когда коллективное направлено вниз. Вот когда оно направлено вниз, оно влияет на работу этого сознания, вот нашего сознания, да. Но оно не влияет на работу того сознания. А есть, когда мы синхронизируем время и перезакладываем, начиная с будущего. и тогда коллективное смотрит вверх и оно будет накладываться на то сознание и тогда оно будет вносить помеху туда на тот уровень поэтому очень важно, чтобы оно смотрело вниз и было осознанно потому что если оно будет смотреть вверх потому что если оно неосознанно как сознание паучков, паразитов и так далее то оно дает болезни на физическое тело ровно как и тот низкий уровень а оно знаешь, когда дает вверх смотрит вверх коллективное, когда человек смотрит в светлое будущее коммунизма по сути дела, последние сто лет очень четко показали и разновидность, и рост разного числа заболеваний и заметь, грипп впервые инфлюенция пришла, когда? да после Первой мировой войны между Первой мировой войной и революцией да, 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 да сто лет назад да, сто лет назад вот оно пошла подкачка почему? потому что сознание людей развернулось от себя в будущее вынесено было на сто лет вперед веру в светлое будущее коммунизма все, точка перенесена и там тот уровень развернулся все и здесь пошла подкачка болезней и появилось много интересных болезней включая массово сахарный диабет второго типа в сеть вирусной инфекции пошло, пошло, пошло куча процветающих заболеваний их, конечно, начали приписывать к голоданиям к войне еще к чему-то еще, еще, еще но это уже объяснялки на самом деле если посмотреть по тому как работает сознание это все чисто вынес точку вперед получил дельту математика в психике блин, как это сейчас видится легко и тогда смотришь, что ты делаешь человек смотришь, как он проявляется и говоришь смотри, ты вот здесь создаешь дельту будет болезнь нифига причиняешь боль вместо болезни подумай, будет болезнь нифига вы меня не любите вы плохие вы плохие радуйся, что мы тебе боль причиняем мы стали между тобой болезнью уже уже очевидно, что ты эту дельту создал что она у тебя разозьется смотри, мы становимся перед болезнью между ним и болезнью услышь просто услышь скажи спасибо, что ты у тебя есть возможность услышать вот это прежде чем заболеть да вы плохие отойдите, я болезнь и привет скажу а потом надо же у меня плохо поздравляю капец но это так весело весело а весело потому, что мы сейчас сами с тобой осознаем это все уже с другим с другого уровня да и можем разворачивать и выключать да 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 смотри нету страха можем играть заметь приходил там ковид ни на мгновение страха не возник пришел осознаешь игру осознаешь как работать осознаешь как выключать пофиг ландыш близкие заболели хорошо поработаем с близкими далекие поработаем с далеким пофиг вообще я сегодня прочитала статью не прочитала зацепила глазами такие статьи не люблю читать и я увидела как человек себе создал ему надо было внимание потому что было преддепрессивное состояние и он создал себе из легкой формы ковида как он создал себе панические атаки и больничку и кислород столько внимания и сейчас даже еще через СМИ добавьте мне внимание потому что мне мало внимания оказалось и я понимаю блин слышишь если у тебя был мозг то зачем ты играешь в такую игру ты можешь играть в другую игру это твой выбор ты вообще нифига не осознаешь вот смотри мы с тобой разговариваем на эту тему да кажется мы такие простые вещи элементарные говорим а я уверена что не каждый нас услышит мало кто даже услышит а есть а будут такие кто скажет чушь несут чушь они могут не сказать ты помнишь как линия и точка разворачивается с позиции высокого сознания потому что коллективное должно размыть если оно не размывает дай мне сюда ладошку я ее погреблю уже я пережила она по-моему вообще лежит здесь стекло она лежит и балдеет такая глаза на закате и ладошечка моя она горячая она горячая разомлела девочка вторая пришла у тебя рай животный рай да вон и птички райские видишь гучи спой нам песенку ну вообще ты знаешь если взять и четко зачистить человека по максимуму сознания вот до точки до точки точку не зачистишь только на индивидуалку а до точки если ты зачистишь то 80% проблем у человека будет двигаться вопрос что человек считает проблемой тоже момент такой интересный но двигается и уходит плавно нету резких движений мне очень нравится когда приходят письма через год человек пишет или там через несколько месяцев пишет вот там делал консультацию вроде ничего не изменилось а потом только через год осознал изменилось это 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 смотришь такой перечень причем такие заболевания иногда потому что однажды коснувшись этого сразу не осознав оно все равно ты уже другой другой уже все уже семечко прорастает и потом читаешь и понимаешь что человек явно получил другой шанс на жизнь жизнь другая все другое это про осознанность надо будет на чистом сознании на погружении вот эту штуку попробовать проэкспериментировать сделать групповую до максимума до точки довести и я чувствую будет бомба у нас просто к июню будет шквал как жизнь поменялась ты знаешь что надо будет на самом деле мне даже самое интересное мы попросим людей чтобы они дали обратную связь к июню и июлю за это время уже будет там и раньше будет да к этому моменту еще можно соединить со струнами и с перевешиванием пусть я вообще сейчас начала осознать после того как пошло в осознание коллективное когда с обратной стороны зашли и я сейчас настолько вижу как какая техника будет работать невероятно что куда пойдет и как перенастроить знаешь это как настройка музыкального инструмента на самом деле и понимаю что соединение даже ну определенных психотехник будет давать неимоверный выхлоп а самое главное что мне нравится в нашей работе это то что вроде как мы работаем но в то же самое время человек работает и человек осознает что это он работает потому что в это время он и мы это одно и то же да в это время да и он делает то что мы говорим сам собой можешь не делать никто не заставляет но если хочешь результат делаешь ну да и во-первых приходят к нам на коллективные те люди которые уже каким-то боком но они готовы ну да так оно и есть причем смотри они не просто приходят их даже я иногда поражаюсь как их жизнь отфильтровать те кому не надо быть у них то оплата не пройдет то кабинет не отводится то опоздают те кто там хитрят их просто система отфильтровывает причем я все время говорю наше сознание здесь не участвует и потом ржу так чье сознание это создало но конкретно если человек не осознается и ему рано он к нам не попадает и это фантастика мне это все время так нравится вообще я люблю читать на самом деле когда люди присылают большие вот такие материалы как изменилась глобальная жизнь не просто там строчка я счастлива у меня все здорово счастлива этих строчек за день валится только квакает телефон а когда только сказала падает сообщение а когда вот реально такие материалы когда ты читаешь и там по пунктам было-стало 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 и ты понимаешь это счастье и я тогда сама кайф ловлю потому что я понимаю что стала еще одним счастливым человеком больше вечера такого так это что это это Субтитры создавал DimaTorzok